Здравствуйте. Привет. Спасибо огромное. Вам спасибо. Интересно. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, в ваших фантазиях, как вы видите, мы можем быть вместе? Вот то, что этот вопрос задала девушка, особенно приятно. Я очень много раз смотрел на таких же хорошеньких существ, как вы, и думал, как это я могу с ней быть вместе? Ну, это же невозможно. А потом как-то получалось. Это иррационально. Есть три загадки. Путь мысли к сердцу поэта, восточный, путь мужчины к сердцу женщины. Ну, и путь Россию к Украине. Украине к России добавил бы я. Это тоже таинственно. В Одессе и есть тот замок, в который мы сведены, потому что представить русскую культуру без Одессы немыслимо. И, простите, представить Одессу без русской литературы тоже нельзя. Если где-то мы когда-то и сольёмся, не с конкретной девушкой, а вообще, то здесь. Других шансов нет. Да, пожалуйста. Чего? Да, вот про Юрия Олешу. Понимаете, я не стал сегодня говорить про Олешу, потому что у меня завтра про него лекция, и мне не хотелось... Не скажу, где? И мне... Не скажу. И мне не хотелось тратить тело. Понимаете, Олеша в известном смысле выламывается из этого мифа, но он один из... Да, я чувствую, не скоро мы пойдём развлекаться. Он один из тех немногих, чьим именем здесь всё-таки названа улица. А Олеша – это ещё одна сторона того культа формы, который привнесла Одесса. Особенно, помните, у него в записях в книге «Прощание», так называемой «Не дня без строчки» сказано, «Когда я перелистываю рукопись зависти, я вижу эманацию изящества, которое витает над этим текстом». Тема зависти, которую принёс Олеша, тема зависти маргинала к мейнстриму, человека, изгольствующего к человеку обречённому, но пока главному, это вот тема зависти к Валерова, к Бабичеву, тема тоже очень одесская. Прежде всего потому, что роман Олеши – это триумф формы, триумф красоты, звон каждой фразы. Но плюс ко всему, это ещё, конечно, очень важная одесская тема странствующего шута. Вот Иван Бабичев, который делает чудеса, я просто фокусник советский, я современный чародей. Тема странствующего чародея, странствующего плута, тема плутовства, как основы христианства. Понимаете? Потому что людям надо показывать чудеса, и тогда на неё они уверуют. И вот литература, она должна быть таким же чудом, потому что если она не чудо, то она маранее бумаги. Литература не занимается обучением, она не занимается моральной проблематикой, она не может вас сделать лучше. Но она может вам показать такой фокус, после которого вы задумаетесь, что вы, оказывается, понимаете не всё. И с этого смирения начнётся ваш путь к добродетелю. Вот это такая Олешинская мудрость. Олеша – великий сказочник. И кроме того, молчание Олеши гениально. Помните, как сказал Архангельский, тот старший пародист Архангельский о Бабеле? Сперва он оглушил нас криком, теперь талантливо молчит. Большинство одесситов замолчали в 30-е годы. Гехт молчал, Бондарин молчал или писал ерунду. То, что писал Катаев, он называл современным Вальтер Скоттом, он написал исторических Петю и Гаврика. Это очень хороший роман, но это всё-таки уход от настоящего Катаева. Уход в пластику, да, в замечательное произведение. Но всё-таки, согласитесь, были пару с одинокий книг, в которой довольно много шлака. Настоящий Катаев возродился в старости, когда проблема времени стала для него в полный рост. Лучший Катаев – это, конечно, «Трава забвения», «Кубик», «Святой колодец», «Разбитая жизнь» и «Волшебный рок Аберона» – лучший текст. А Бодич, гораздо лучше, чем Петя с Гавриком. Даже «Кладбище в Скулянах», даже «Сухой лиман», даже «Вертор» – всё равно гениальная проза. Вот это настоящая литература. В 30-е годы одесская литература молчала, и это правильно. Потому что, когда на тебя наступают кованым сапогом, показывать фокусы очень трудно. И молчание Олеши – оно красноречивее, понимаете? Он не мог писать социалистические тексты, как птица не может ходить. И это очень приятно. Какой герой нашего времени или кто он? Значит, какой герой нашего времени или кто он? Понимаете, очень многие трикстерские черты, такие плутовские, есть в Зеленском. Но для того, чтобы стать героем времени или слугой народа, ему надо перестать быть героем сериала. А это покупается очень большой трагедией, которой я ему не желаю. Он, безусловно, один из героев времени. Он, безусловно, один из знаков эпохи. Но вот для того, чтобы он им стал, понимаете, ведь Бендер становится героем в тот момент, когда Воробьянинов перерезает ему горло. Это то, чего я не пожелал бы никому, честно говоря. Он, в общем, имеет черты героя. А некоторые черты героя времени имеет любой человек, занимающийся в Одессе культурой, вопреки всему. Я был бы назвать конкретные имена директора Одесского художественного музея. Нет, один Ройтбург не мог бы аплодировать так бурно, я знаю. Конечно, я мог бы назвать имена директоров и сотрудников Одесского литературного музея. Как их много оказывается. Руководителей Зелёного театра. Считаете ли вы, что Одесский миф явлений не литературный и не имеет отношения к реальности? Имеет примерно такое же отношение к реальности, какой Мишка Япончик имел к Бенни Крику. То есть, когда вас грабит Бенни Крик, вам приятно, когда вас грабит Мишка Япончик, вы всё-таки протестуете. Некоторая разница есть, но для того и существует литература, чтобы облагороживать. Даже журналистика облагороживает. Когда, например, я, проще говоря, объелся, то есть отравился, а читаю о себе, что у меня был инсульт. Это журналистика облагородила реальность. Когда я сегодня выступал в пассаже и читал отрывок из прозы Катаева, а читаю в Одесском отчёте, что я пел, эта журналистика облагородила реальность. Граф Бобини бессмертен, господи. Не знаю только с кем сходить в баню. Лучше всех написала Ира Адлер. Она крепкий профессионал, я её приветствую. Девочка пришла с запиской. Здравствуй, девочка. Левович, а если бы Ахматова осталась в Одессе, как бы она писала? Хорошо писал Гуверин. Честно вам скажу, Ахматова несёт в себе очень многие одесские черты. И прежде всего, конечно, безмерные самолюбования, то, что Мандельштам так изящно называл аутоэротизмом, столбничеством на паркете. Ну и, конечно, некоторые умелые, очень-очень присущие всем одесситам, позиционирование себя. А то, о чём так хорошо сказал Александр Жалковский, а что до имиджа Златоуста и Анны всея Руси, то, как говорится, не баба убила лося, а так удалось. Это ничуть не снижает моего восторженного отношения к ней. И сразу вам хочу сказать, что все мужские, когда-либо раздававшиеся упрёки в адрес Ахматовой, от Жданова до, скажем, Мирского, они просто продиктованы досадой на то, что вот у нас с ней не случилось. А то было бы очень хорошо. Почему Куприн, а не Фиолетов и Казачинский? Во-первых, потому что Куприн написал раньше. Натан Шор, он же Анатолий Фиолетов, великолепный поэт, но он значительен скорее как литературное явление, значительна его гибель, а значителен его брат Осип, имевший кличку Остап. К сожалению, только эта кличка и досталась Бендеру от него, потому что в остальном прототипы Бендера совсем иные. Самый явный прототип Бендера, конечно, Валя Катаев, Валюн. И словечки, и вся его, и жуликоватость его. Сразу хочу сказать, что без жуликоватого лидера литературная школа не возникает. Два, собственно, одессита, Бурлюк и Чуковский, стоят у истоков русского футуризма. И именно коммерческая жилка Чуковского, по сути дела, спасла движение. Он проносил в портфеле желтую кофту Маяковского, которую в этой кофте не пускали в политехнический. Читал лекцию. В нужный момент лекции вставал Маяковский, надевал желтую кофту и начинал вскандалить. Воручка делилась пополам. Это очень одесский подход к делу. Не будем забывать, что две главных любви в своей жизни, помимо, конечно, Лилии, Жени Хин и Мария, это, простите, Одесса. Это два самых отрадных события в жизни Маяковского. Что касается Казачинского. Я очень люблю Казачинского как личность, как фигуру. Но сказать, что «Зелёный фургон» – лучшая повесть Одесской школы, при всём желании, ну, понимаете, эта книга хорошего уровня 20-х годов, одна из многочисленных книг, где бандит гораздо очаровательнее следователя. Это классическая Одесская школа. Но Казачинский был более персонажем, чем писателем. Точно так же, как и Анатолий Фиолетов. Сейчас Николай Алексеевич Богомолов, мой учитель, опубликовал довольно большую подборку стихов Фиолетова, найденных им в разнообразных архивах. Ну, можно, в общем, делать полновесную книгу. Это хороший средний уровень Серебряного века. Но по сравнению с тем же Семёном Кисельманом Эскесом, это довольно обыкновенный поэт. Его ранняя смерть, его женитьба на Зинаиде Шишовой. Вот эта Зинаида Шишова, которая ест землю на его могиле, и она течёт из её накрашенного рта. Помните, Олеша? Я не видел в жизни ничего более страшного, чем эта молодая женщина на могиле. И она ест землю, и она течёт из её накрашенного рта. Потрясающая формула. Зинаида Шишова с её трагической судьбой, любовь их, 20-летняя, удивительная, потому что обоим по 20. Это скорее факт истории и культуры, нежели факт большой литературы. Сравните это с теми 20 стихотворениями, которые остались от Кисельмана. Господи, ну там я всегда реву, когда читаю. Помните, прибою тих, Молите Бога, что был обилен ваш улов, Трудная и пенистая дорога, Помутной зелени валов. Всё холодней, всё позже зори, Плывёт сентябрь по облакам, Какие сны в открытом море Приснятся бедным рыбакам. Печальны песни нашей воли, Простор наш древен и велик, Но нас хранит на зыбком поле, Прибитый к мачте тёмный лик, Опасны пропасти морские, Но знает кормщий ваш седой, Что ходят по морю святые И носят звёзды над водой. Это, конечно, совершенный блок, Но это очень хороший блок. Понимаете? Вот это... Помните, да? Я знаю, что сейчас все сотрудники Ликмузея сидят, потеряют руки И думают, он выпустит третью страфу, А вот хрен вам. Я читал оригинал, А не только как это изложено В алмазном венце. Кстати, по-моему, Блистательная книга. Сколько бы тут... Сколько бы мы не наезжали Талантливые комментаторы Ликманов и Котова, Книга-то гениальная. Это благодаря ей Мы знаем половину поэзии Серебряного века, но... Правильно? Можно ли засчитать вашу лекцию Запрочтили литературу на лето? Не всей. Выучите наизусть пару Одесских стихотворений, Например, Маяковского Разговор на Рейде, И я вам зачту. Встречали ли вы уже тех идиотов, Которые буквально восприняли квартал? Почему идиотов? Огромное количество людей Обнимает меня на улицах И благодарит. Они прошли квартал. Кто-то после этого поехал. Это моя книга, Которая является комплексом Духовных упражнений. Формально это автобиографический роман. Лучшее мое произведение. Но на самом деле Это набор духовных упражнений, Рассчитанных с 15 июля По 15 октября. Выполнив их, Вы получите деньги. Причем не обязательно деньги, Но возможно, Годное значение крупное, Повышение по службе, Удачный брак, Наследство, Переезд за границу, Регулярно получаю восторженные письма И благодарности. В конце концов, Я сам прошел квартал. Смотрите, Как прекрасно я выгляжу. Ну, правда, Надо покупать Три экземпляра книги обязательно. Потому что Ну, потому что Один там надо сжечь по ходу, Еще один и взорвать. Но те, кто это сделал, Они не жалеют об этом. Это мой скромный, Мой скромный вклад В Трикстерскую тему. Как бы, если угодно, Мои одесские корни. Дайте вратку реценцию На поиск-причу Скотный двор. Это произведение Сильно подкосило мой оптимизм. Нормально ли это? Ну, нормально в том смысле, В каком вообще оптимизм опасен? По крайней мере, Если вы живете здесь и сейчас. Нужно его дозировать. Но В целом, Скотный двор Это большое основание для оптимизма. Потому что Эта книга преодолела То, о чем там написано. Понимаете, Перед нами появился Факт великой литературы, Который сделан Из Тридцатых годов. Из ужасного социализма. Из торжества свиней На всех постах. Все-таки Это победа искусства. Поэтому уже Некоторое основание для оптимизма. Прослеживается ли Тема Трикстера В библейских текстах? Кто из героев Представляет его? В Новом Завете, Конечно, Христос. В Ветхом Соломон. Но Притча Соломон. Потому что Трикстер всегда Говорит притчами. Ну, Соломон Такая скорее Фаустианская фигура. Может быть, Следовало бы об этом подумать. Фауст всегда губит женщину, Которая рядом с ним. История Суламифи, Тоже, кстати, В изложении Куприна. Она немножко Отдает фаустианство. Это, понимаете, Горький, Значит, Который никогда, Как уже было сказано, Не мог Куприну простить. Писал, Соломон у него Сильно смахивает На ломового извозчика. Это так. Но Все Горьковские Ломовые извозчики Сильно смахивают На Соломонов. Это тоже так, Понимаете? А что касается Новозаветного Трикстерства, Христос Очень часто Говорит притчами. Христос Великий остряк, Говорит, Мауна, Смачно. Прости, Господи, Но он сам был С большим юмором. И вот эти Великолепные фразы, Помните? Очень Трикстерские. Когда его Евангелисты Простодушно Спрашивают, Господи, Где же нам взять Для тебя осла? Он сказал, Возьмите первого Побавшегося на улице И скажите, Что он надобен Господу. Очень изящно. И Самая моя Любимая фраза Из Евангелия. Когда Христо Омывают ноги Драгоценным миром, Мария омывает, И некто присутствующий Говорит, Сколько нищих Можно было бы Накормить? Он говорит, Нищих Всегда при себе Имеете, А меня Не всегда. Хорошая фраза. Вы следите За современным Украинским Литературным Продолжением? Конечно, Лежу. Вот я только что Попросил Познакомить меня С Жаданом, Потому что Мы заочно Были знакомы, А лично Никогда. Должны же мы Наконец Как-то повидаться И должен же я Наконец Ему В глаза Сказать, Что он Лучший Из современных Украинских Поэтов. Если принять тот факт, Что Одесса Оторвалась От русского Контекста, Какую вы видите Ее роль В украинском Культурном потоке? Ребята, Я сейчас скажу Фразу, Которую я Очень прошу Журналистов Не цитировать В отчетах И вообще Забудьте ее Сразу Как только я Скажу Если Одесса Оторвется От своей Роли В русском Контексте, То роль Ее будет Жалко. Куда мы Все-таки Движемся В культурном Плане? Как сказал Один поэт Очень любивший Одессу, Чтобы в мире Без России Без Латвии Жить Единым Человечьим Общежитие. Глобализм Ослепительное Будущее Всего Человечество Национализм У тех Дураков Извините Одесские Катакомбы Во второй Полнии 19 века Проводили Целый ряд Детективных Романов Антонов По произведению Был снят Немой Фильм Многие Другие Насколько Они повлияли На Одесскую Школу А вот Это Интересный Вопрос В какой Степени Детектив Особенно Написанный Полицейским Начальником Как например Петербургские Трущобы Крестовского Вы знаете Что он был Полицейским Комиссаром Варшавы Но не комиссаром А как-то Иначе Назывался Насколько Это влияет На Высокую Литературу Влияет Конечно В том Плане Что Некоторая Поэтизация Жульничества Привычная Для детектива Она Переходит В поэтизацию Искусства Как я попытался Показать А Некоторая Религиозная Основа Детектива Детективы Ищут Не преступника А Бога Она Всегда Усиливает Конечно Литературу Честертон Вырос из детективов Честертон Вырос из Канан Дойля Из Пинкертона Всего этого Слова Из викторианского Детектива Он вырос Канан Дойл Это еще Высокий Образец Детектив Влияет В том Смысле Что он Ставит Вопросы О существовании Бога Но Насколько Это повлияло Конкретно На Одесскую Школу Мне сказать Трудно Я тоже Рискну Сказать Довольно Страшную Вич Понимаете Наличие В Одессе Катакомб Из которых Добывали Камень Для строительства Города Это тот Подвал Одессы То ее Подсознание Тот Подспутный Трагизм Который Ей Всегда Присущ Одесса Это не просто Праздник Лени Торговли И жильничества Одесса Трагический Город Иногда Как было Во время Окупации Сороковые Во время Войны Иногда Как во время Событий Второго Мая Эта Трагедия Выхлёстывает Наружу Забывать О ней Нельзя То что Одесса Город С трагическим Подсознанием И трагическим Прошлом Это в ней Сидит И это Диктует нам Некоторую Серьёзность Отношения Ко всему Ты можешь Жить Как угодно Легко Но надо Помнить Что под тобой Катакомбы Вот если угодно То так Над Над Какой Книгой ракета можно было отбросить никакую другую функцию сравнение денег и смерти в литературе и жизни их единство различия деньги и смерть сравнить невозможно Бергсон говорил, что материальные миры это отражение распада культуры, а сознание это поезд на фуникулере идущий вверх не думайте, что я недавно прочел Бергсон я его перед лекцией перечитал в принципе я это знал деньги это свидетельство такого, ну, деньги это дух жизни, это кровь омывающая мир, и там у меня кстати есть в квартале такое упражнение сегодня вы должны заняться сексом вот если вы не можете сделать, чтобы кровь прилила к одному вашему органу как вы хотите, чтобы деньги приливали к вашему кошельку деньги это кровь мира а смерть здесь совершенно не при чем я бы сказал, что смерть это скорее отсутствие тени как это не печаль да, сейчас свистите, я никуда не ухожу мог ли Болконский остаться в живых? он в первом варианте Болконский написан через а, это придают его фамилии особой такой князь Болконский граф Халявский понимаете, конечно мог и в первоначальной редакции романа которая так и называлась все хорошо, что хорошо кончается и он и Петя Ростов оставались в живых но ничего хорошего из этого не получалось к сожалению в литературе бывают иногда вот такие вещи, что надо пожертвовать любимым героем Болконский умер в Толстом чтобы Пьер мог жениться на Наташу условно говоря, чтобы Пьер стал немного Болконским чтобы Пьер как бы занял его место он как бы расчистил место для Пьера а в душе Толстого произошла та же история место романтического князя Андрея в нем занял повзрослевший Пьер была бы другой Наташа если бы вышла за Болконского не это глубокое заблуждение что мужчина влияет на женщину обычно это бывает наоборот если бы Наташа вышла за Болконского то Болконский бы умилялся грязным пеленком выполнял бы ее прихоти может быть поглупил бы несколько понимаете Наташа это жизнь это почва которая преобразует всякого это понимаете то живое вещество жизни которое умнее мужчины как говорил Бернард Шоу 10 минут общения с самой глупой хорошенькой женщиной давало мне больше чем 10 философских книг на этой оптимистической ноте спасибо раздача автографов и селфи здесь у сцены спасибо за кendo пожалуйста спасибо за бес?